Обеспечение жителей Ненецкого округа жильем, строительство дорог, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и формирование доступной городской среды. Вице-губернатор Александр Лидер обозначил главе региона приоритетные задачи в работе ведомства. В своем докладе руководитель Департамента строительства Ежегаха Ненецкого округа детально остановился на планах по строительству жилья до 2021 года. Обозначил сроки ввода в эксплуатацию объектов долгостроев и рассказал о планируемом строительстве дорог в регионе. Первый пункт стратегического плана Департамента ЖКХ и строительства Ненецкого округа – переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. На 1 июня в регионе расселению подлежит 201 дом. Это полторы тысячи жилых помещений. Еще 20 домов признаны подлежащими расселению. На эти цели потребуется 6,5 миллиардов рублей и строительство 1350 квартир в городе и более 300 на селе к 2021 году. Мы планируем, Александр Анатольевич, в 2018 году, если нас не подведут подрядчики, к чему мы прикладываем общие усилия и с вами недалеко в воскресенье объезжали стройки, вести по Наринмару порядка 340 квартир в этом году. И на селе, искателей и село еще 103 квартиры. То есть в общей сложности будет где-то 450 квартир? Да. В 2019 году мы планируем ввести в Наринмаре 470 квартир и в населенные пункты 77 квартир. В 2020 году – 212 и 53, соответственно. Если финансирование будет подтверждено и мы пойдем как бы планово, то это будет в 2021 году 341 и 68. Если наша долгосрочная программа и бюджет позволят все это как бы осуществить, то мы постараемся 2021 год передвинуть на 2020. Выполняя программу по переселению жителей из ветхих домов, нельзя забывать и про очередников, отметил глава региона Александр Цибульский. Кроме этого, необходимо предусмотреть квартиры для детей-сирот. Всего в бюджете профильного департамента на строительство жилья и социальных объектов в текущем году заложено почти 2 миллиарда рублей. Ведется активная работа по привлечению федеральных средств. В этом году мы планируем 882 миллиона с вашей помощью. Уже на сегодняшний день 466 миллионов привлечено. Из них оплачено практически 78%. И еще очень надеемся, что 416 миллионов нам будет выделить для школы на авиаторах. Строительство школы на 700 мест на улице авиаторов на сегодняшний день идет в плановом режиме. Также ведется подготовка к строительству школы-выскателей. Котельные в этом же поселке для Шойны будут приобретены и смонтированы очистные сооружения. И это еще не все социальные объекты, которые будут построены в ближайшие годы. Мы планируем запустить проекты полного цикла. Это школа-сад в поселке Нильминоз, детский сад в Неси и детский дом семейного типа. То есть это мы будем разыгрывать проектирование сразу с строительством. То есть проектируем, строим, и это нам позволит сократить порядка полугода на всех этих торговых процедур. Из объектов-долгостроев в конце 2019 года должна быть задана школа на 150 мест в Ендиге. В 2020-м школа-сад в Харуте и здание молодежного центра в Наринмаре. Среди недостроенных объектов и дорога с мостом в поселке Искатели. Надо тоже смотреть, чтобы там не останавливалась стройка, и чтобы подрядчики окончательно выполнили свои обязательства, а мы, чтобы обязательно выполнили подъезды к этому мосту, чтобы он у нас был полноценным функционирующим объектом. В целом по строительству дорог департаментам запланировано 25 мероприятий, в их числе строительство пяти объектов. В настоящий момент объявлены два конкурса по реконструкции дороги до Искателей и дороги до Красного. Пакетом заказов по дорожным работам должно быть обеспечено предприятие Наринмардо «Ремстрой», отметил глава региона. Сейчас на предприятии ситуация не самая лучшая. Хотел бы вас просить усилить работу в этом направлении, провести несколько совещаний, чтобы мы все-таки повысили компетенцию данного предприятия. Ни в коем случае, я считаю, что мы не должны заниматься его банкротством. Надо постараться с помощью реорганизации, оптимизации и иных других процессов сохранить данное предприятие, во-первых, там работают наши граждане. И все-таки опыт, накопленный этим предприятием, можно применить для округа. Для решения проблем в Наринмардо «Ремстрой» департаментам подготовлен ряд предложений, а также новый регламент уборки дорог. При их успешной реализации, отметил Александр и лидер, предприятие будет жить хорошо. Мария Владимирова, Дмитрий Лугевич, Телеканал «Север».